Всем привет, дорогие друзья, с вами Кирилл Саакаст и добро пожаловать на канал CryptoGamers. Для себя понял я одно, что не хватает каких-то мини-обзоров, может быть какие-то краткие обзоры, пока не знаю как назову, потому что много выходит проектов, по которым информации не с качеством много и делать какой-то полноценный обзор пока еще не совсем получается. И это будет тестовый пока вариант, напишите в комментариях, что про это думаете. Основная фишка, конечно, если вам понравится просто текущая игра на материалах, которые будут присутствовать, вы можете где-то отложить для себя, потому что, сами понимаете, не всегда получится сделать своевременный обзор для покупки лутбоксов, NFTs и так далее. Может быть где-то записаться вайт-лист. И начнем мы с игры, это Superior. Находится она на платформе Gala Games, есть интересный проект Mirandus, Walking Dead, и еще много игр, которые находятся тоже в разработке. То есть Gala Games, мы про нее неоднократно говорили, и в принципе на этом зацикливаться, я думаю, не будем. Что интересно, друзья, Superior это кооперативный шутер от третьего лица в жанре Raglight. И давайте же посмотрим сам ролик этой игры. А визуально мне игра напоминает именно вот даже по этому шрифту и по самой графике. Я сначала думал, как же игра называется, потом прогуглил, это Borderlands, именно визуал. Не знаю, есть ли у вас что-то похожее именно по ощущениям. Потому что мне кажется, она прямо именно по стилистике, в чем-то какая-то есть схожесть. Тут мы, получается, жанр Raglight, как я уже говорил, это на самом деле один из моих любимых жанров, потому что каждое прохождение, каждая новая сессия, она уникальна. Имеется в виду, какие обилки вы получили, какое оружие вы нашли. Это как бы погружает в игры подобных жанров прям очень надолго. Потому что есть всякие там и Darks Dungeon, и Hades, то есть куча Raglightов с разными режимами. Но именно стрелялки, на самом деле, я прям не так много играл. Тем более, на моей памяти, по-моему, ни одной еще не было на блокчейне. Я даже, в принципе, не видел именно каких-то Raglightов до этого. То есть визуально игра прям видно, что проработана довольно-таки качественно. Ну и, в принципе, тут на этом все. Какой-то босс пал. Ну тут, в принципе, так и говорят, что каждую сессию вы будете начинать без сил и оружия. Я так понимаю, силы это какие-то суперспособности. Выслеживая злобных супергероев, похищая их силы, применяя еще более сложные испытания. Ну, конечно, перевод не совсем прям точный, но это уже такое. Можно посмотреть, друзья, тут какие присутствуют картинки. Я так понимаю, это, наверное, больше, возможно, какие-то арены. Самое крутое для меня лично, что даже они на этом показывают, это миллионы комбинаций. То есть в любом забеге вы сможете найти любую из сотен различных уникальных суперспособностей, оружия, предметов и способностей. То есть есть и суперспособности, есть и способности, да, может быть, это какая-то ульта, обычный скилл, предмет и оружие. То есть различные комбинации. За это я как раз таки и люблю Роглайт. Эпичные битвы с боссами. Не так давно у них была АМА, она буквально была сегодня. То есть 19 часов назад. И до этого они заанонсировали, почти сутки уже прошло, 23 часа назад, они заанонсировали продажу именно NFT. Начиная, причем, с 23 марта. Но на самом деле 23 марта, как бы еще пока нет про этой информации. Тут рассказывается, естественно, про проект и то, что будет на продаже. Первый герой, у них будут различные какие-то классы и у нас будет Ронин Прайм. То есть у нас имеется. Другие будут тоже какие-то персонажи, это уже потом. С Номад Прайм. Ну, понятно, что мы пока не можем понять их специализацию. Что интересно, наши NFT-шки, наших героев можно будет прокачивать, тем самым открывая для них новые способности и увеличивая наш потенциальный заработок. Потому что, я так понимаю, если будут у нас какие-то способности, мы, скорее всего, сможем проходить какие-то более сильные данжи, либо какие-то там сессии более сложные, либо боссов убивать. Чем прокачан больше герой, тем, соответственно, должен быть больший заработок. Тут еще они приводят к примеру, что повышенный потенциал заработка, чем реже персонаж. То есть еще у нас как бы есть прокачка героя за счет повышения там навыков, возможно, уровней. Еще имеет потенциал в заработке, это именно рарность. То есть вот какой будет первый герой на продажу. То есть кому интересно, я ссылочку оставлю для того, чтобы тут могли зарегистрироваться, и чтобы точную дату распродажи узнать. Шесть видов рарности. У нас последний какой-то древний, обычно там мифик, но каждый называет как хочет. Тут показано их количество. Сумма пока написана приблизительная. То есть может быть меньше, может быть больше. И, я так понимаю, заработок тут написано, что чем сильнее герой, тем, соответственно, больше будет идти именно по доходности. Это возможно как Титан Арена. То есть кто помнит, там легендарный герой зарабатывает больше, у него больше боев, тут неизвестно как это будет. Но скорее всего, мне кажется, за сессию будет больше именно заработок. Но тут, конечно, цена прям такая кусачая на самом деле, но как бы каждый выбирает именно по своим возможностям. Что интересно, когда половину купят героев, я так понимаю, половину тут написано, что именно... Ну, тут не сказано, что половина общего пула героев. Допустим, купили половину обычных героев, и цена будет расти. Это указано, что как бы первые покупают дешевле, как количество начинает опускаться, цена начинает подниматься, что интересно. Но всегда так, что кто раньше покупает, соответственно, получает больше плоды. Ну и в принципе тут как бы особо больше добавить-то и нечего. Сайт, конечно, сделан пока максимально все просто. Тут информации особо нет. Но, как вы понимаете, все находится на платформе Gala Games. Вот такой вот получился обзор. На самом деле игра меня впечатлила, именно по визуалу и то, что это Rogue Light. Но это лично мое мнение, поэтому пишите в комментариях, что думаете. И всем спасибо, и пока-пока.